Здравствуйте, это программа 7 дней плюс, и сегодня у нас в гостях журналист и блогер Ильнур Ерхамов. Ильнур, вы достаточно популярный журналист и, мне кажется, еще более популярный блогер в этой ситуации. Вы один из сооснователей проекта «Татары.Мы». Вот что сегодня в контексте «Татары» и язычной части интернета, как развивается именно контент в формировании такой национальной идентичности? Вообще он интересен и насколько он вас требует сегодня? Татарской проблематикой я занимаюсь примерно с 2015 года как журналист. Блогером стал буквально недавно, наверное, в этом году начал свою блогерскую активность. Почему мне это стало интересно? Я стал замечать, как в соцсетях, в различных соцсетях, это и «Одноклассники», и «ВКонтакте» стали формироваться татарские сообщества. То есть люди, которые себя идентифицируют, я татарин, мне интересно читать что-то о татарах, я хочу высказываться на какие-то вещи, темы, события, как татарин. И мне интересна там татарская музыка, татарский юмор и так далее. Я стал наблюдать этот процесс, он развивается и по сегодняшний день. В принципе, можно сказать, что не только молодые татары сейчас приходят в соцсети, есть люди уже и среднего возраста, и пожилые люди тоже. Мы их видим, как у них сообщество формируется, и это уникальное явление, потому что их же никто не заставляет, чтобы они сами себя татарами называли. Ну, они приходят. Я могу сказать так, что больше всего сегодня татары представлены в таких соцсетях, как ВКонтакте. Больше, чем ВКонтакте, татар в Инстаграме. Это все благодаря различным татарским блогерам, в том числе татароязычным. Потому что проблемы языка для татар в соцсетях очень важны. И татары в «Одноклассниках» есть. Мне очень интересно, а что татары обсуждают между собой, на каком языке, опять же, тоже важный вопрос. Что думают, да? Некоторые люди зачем-то приходят, например, зачем они приходят в соцсети, да? Знаю примеры, как люди находят и создают пары. То есть просто муж и жена, мы татары. Это вот для них такая среда обитания. Можно сказать, что такое определенное новое время наступило для социальных сетей именно с позиции определения себя по национальному признаку и с вопросами? Да, конечно. Потому что, мне кажется, современный мир информационный, информации все становится больше и больше. Люди просто физически не успевают читать статьи, просматривать какие-то видео. И если есть татароязычный контент, татарский контент, контент о татарах, в принципе, татары заходят в соцсети, им комфортно. Потому что это пишется о них, об их проблемах, что их ждет в будущем. И это им нравится. Это как бы их держит там. На мой взгляд, если подразделить такой контент в социальных сетях, все, что касается татары мы, условно назовем этот проект, то часть это, особенно в Инстаграме, это звезды татарской эстрады, это татароязычный контент, это обсуждение татарской музыки. Есть русскоязычный контент, в том самом же ТикТоке, представленный для татар. Там есть и татароязычный контент тоже. И татароязычный тоже, но и русскоязычный там представлен в достаточно большом количестве. Есть блогеры татары, которые татароязычные, как правило, но они не политизированы, это нечто... Нет, это развлечение. Да, это развлечение, абсолютно. Вот какие еще, на что еще подразделяется этот контент? Вот еще история, проект истории, самоидентификации. На что еще? Какие еще направления есть? Немножко уточню по поводу языка. В общем, я наблюдаю за всем этим татарским движем в соцсетях, и у меня есть четкое понимание, у меня нет иллюзии, что на самом деле за пределами Татарстана татары в соцсетях в основной своей массе, к сожалению, русскоязычны. Они потребляют смыслы, новости, аналитику, какие-то вещи на русском языке. Это для них ближе всего и понятнее всего. Хотя есть какие-то небольшие очаги в виде супертатарских деревень в Пензенской области, в Ульяновской области, в Сибири. Там татарство сохраняется, татароязычное. Для них тоже что-то нужно делать. И вот есть прям ядро татарское, это татароязычная аудитория. По некоторым подсчетам в соцсетях, там очень сложной методологией была поиска, вот это делали специалисты из Татмедиа, примерно 430-450 тысяч татароязычных людей есть в соцсетях. Это, я так понимаю, во всех платформах, то есть ВКонтакте, Одноклассники и так далее. Вот. И для нас самое главное, чтобы русскоязычная аудитория татарская оставалась татарской, и как-то их завлекать, привлекать в это вот массивное татароязычное ядро аудитории, чтобы они туда приходили. Это уже вопрос популяризации татарского языка, механики различные, там какие-то продвижения. Это очень непросто, но есть какие-то вещи в этом деле. А можно ли сказать, что из вот этой татароязычной аудитории, в том числе русскоязычной аудитории татар, много тех, кто живет за пределами Татарстана, за рубежом? То есть этот контент охватывает их? Да, есть и зарубежная татарская аудитория, то есть за пределами России. К нашему удивлению, они тоже татароязычные, да, там, не знаю, финские татары, например, знают только финские, английские и татарские. То же самое, наверное, можно сказать, о турецких татарах, татарах Америки. Они тоже есть, и мы с ними должны поддерживать коммуникацию обязательно. Необходимо ли создавать контент для русскоязычных татар? Обязательно. Почему? Потому что они, конечно, утратили язык, может быть, кто-то сделает совершенно объективно переход с татарского языка на русский язык, но им же интересно татарское, они же себя по-русски идентифицируют, что я татарин, для меня самое главное быть татарином, у меня семья татарская, там, у некоторых даже жены, например, русские, да, но они говорят мне, там, дети будут татарами, я так считаю, это для меня важно. Мы не должны их кидать на произвол судьбы, мы должны им уделять внимание обязательно. То есть русскоязычные татары, они, как правило, сохраняют обычаи, культуру, владеют воспоминаниями от бабушек, от прадедов, какую-то историю знают татар, но может ли быть вот этот контент, который создают социальные группы на всевозможных платформах, наоборот, привлечь их к увлечению, вовлечь в увлечение татарским языком? Может быть, это такая вишенка на торте уже изучение татарского языка? Конечно, есть, есть, это делается, в том числе, там, телекомпанию ТНВ они смотрят, Татмедиа тоже многие вещи делает, это всё в это направление движется. И, ну, скажем так, вот если, например, сравнивать с другими тюркскими народами в России, да, там, не знаю, нагайцы, например, да, там, башкиры, у них очень большая проблема с башкироязычным, многоязычным контентом. У них, ну, потому что, вот если взять нагайцев, у них нету своей республики, нету своего региона, у них нету своих каких-то институтов, там, Академии наук, институтов истории и так далее, своей эстрады нету. У башкир тоже есть какие-то проблемы. Вот для меня лично большой секрет, говорит, я до сих пор в соцсетях не сталкиваюсь с башкироязычной эстрадой. Они почему-то слушают татарскую эстраду. Они там в ТикТоке записывают, там, я башкирка, там, мама башкир, папа башкир, но мы слушаем там по-татарски, там, Салават, там, Айдара Галимова, там, Акфия Авзалова. То есть, они себя идентифицируют, но благодаря татарской музыке. Удивительно, конечно. А где они, где их башкироязычная эстрада, я не вижу почему-то. Но при этом мы же наблюдаем, что сегодня социальные сети достаточно политизируются, особенно в национальном вопросе. И мы видим достаточно, что такая активная борьба, ну, назовем так, неких групп, наверное, да, со стороны Башкортостана, да, определенная, которая достаточно серьезно и в Фейсбуке делает ряд достаточно громких, ярких заявлений. Вот это о чем говорит? Почему они возникают? Почему вот эти платформы сейчас используются для этого? Есть такая группа, да. По моим подсчетам, это примерно 20 публичных личностей. Если смотреть, кто именно эти, ну, это люди науки, да, то есть это филологи, историки, этнографы, этнополитологи. Потом к ним присоединяются различные краеведы, учителя на пенсии, преподаватели на пенсии, директора домов культуры, библиотекари. В принципе, недавно я смотрел такое видео, в общем, вот эта вот группа людей, скажем так, назовем их башкирскими политтехнологами, да. Она делала курс такой небольшой лекции по зуму в Таташлинском районе Башкортостана. Из Таташлинского района Башкортостана, кстати, наш певец Силават Фатхадзинов. Считается, что там в основном татарское население, но там они связались с тамочными краеведами, с библиотеками, с учителями, вот этими всеми людьми, там и местными историками. Все говорили на чистейшем татарском языке. Мое татарское ухо было приятно удивлено, такое классное на татарском языку. Вот эти политтехнологи к ним обращались на русском языке, что для меня удивительно, потому что все-таки они же выступают с позиции, что вы на самом деле не татары, а башкиры, ну тогда и разговаривайте с ними на башкирском языке. Я, кстати говоря, у себя в Фейсбуке тоже общаюсь с башкирскими активистами, я пишу на татарском, они пишут на башкирском. В принципе, я понимаю башкирский язык. И меня немножко удивляет, ну почему вы на русском разговариваете? Они же к вам обращаются на татарском языке. Да, если вы даже считаете татарский язык своим северо-западным диалектом башкирского языка, так у вас башкирский литературный, у них, допустим, башкирский диалект, ну общайтесь? Нет. И, к сожалению, я делаю вывод, что то, чем они занимаются, вот это вот пропаганды, да, вот то, что вы не татары-башкиры, что у вас не татарский язык, а северо-западный диалект башкирского, в конце концов придет к тому, что они потеряют татарский язык, у них не появится башкирский язык, и они, ну, просто потеряют свою языковую идентичность. Вот. Скорее разрушительная политика. Да, мне кажется, что да, что даже если вы там с позиции, мы сейчас вам обошкирим, ну хотя бы по-башкирски к ним обращайтесь. Мне кажется, это немножко неуважительно. Сейчас, думаю, мы немножко приостановим этот вопрос и к нему еще вернемся, потому что скоро переписи, и, как я понимаю, вы были, работали, наверное, с переписи, да? Да, я работал переписчиком в 2010 году, будучи студентом исторического факультета. Я переписывал центральную улицу Казани, там, в Ахитовском районе, и примерно представляю, что за перепись нас ожидает в 2021 году. Это будет уникальная перепись. Сейчас объясню. Я своими ногами ходил по квартирам, и, ну, примерно 50% адресов, которые у меня были, не были. Ну, то есть мне не открыли. Я говорил, я переписчик, вот у меня пропуск, шарфик, там, нет, не впускали. 50%. Ну, мы потом догоняли эти выпадающие списки, там, нам кое-какие милицейские документы давали, где у человека есть там фамилия, имя, отчество, там, дата рождения и так далее. Но нет национальности. По подсчетам некоторых социологов, вот в 2010 году у нас так пропало. По национальной идентично примерно в городах, больших мегаполисах, не только Казань, примерно 30% населения. То есть мы не знаем у 30% населения их национальности. В принципе, если выстроиться грамотно, если объяснить каждому татарину, у тебя есть прекрасная возможность в 2021 году переписаться электронно, причем свою семью в том числе, ну, мы можем найти еще пропавших татар в городах. Их нужно найти, их нужно искать. Ну, как раз в этом, наверное, огромное сейчас влияние социальных сетей идет. Каким образом будет выстроена работа сейчас в социальных сетях, возможно, в связи с предстоящей переписью? То есть будет разъяснительная работа, что призывы... Главный наш адресат, к кому мы должны обратиться, это молодежь. Ну, не обязательно молодежь, но просто люди, которые знают, что такое есть портал госуслуг, да, там, не знаю, там, каждый день, там, записываются, там, на очередь к врачу, там, платят какие-то налоги. Вот они, если они разбираются в этих вещах, если им донести, что они должны переписать свою семью, то будет очень замечательно. И даже мы вот этот решим вопрос по татарам, которые живут в Башкортостане, потому что у них дети, там, студенты, учатся в казанских вузах или, там, переехали работать в Казань, да. В принципе, человек может, сидя в Казани, переписать всю свою татарскую родню, которая живет в Башкортостане в каком-то там Илишевском или Благоварском районе. Вот смотрите, вы были переписчиком. Насколько... Я сейчас про те, кому вы попали в квартиру и которые согласились участвовать в переписи. Какие самые сложные вопросы бывают вот в этих переписных листах, когда люди начинают задумываться, вспоминать, определяться? Либо, действительно, уже автоматический год рождения, там, количество семей, национальностей. Где? Какие вопросы самые сложные для людей? Два вопроса самых сложных были для людей. Первый вопрос – это источники доходов. Все боятся, что будут заглядывать в их карман. И второй вопрос, да, это язык и национальность. Потому что, ну, там, насколько я помню, в анкете, да, был вопрос по поводу того, там, какой язык там предпочтительен для разговора. Сложно определяться некоторым людям. Некоторые люди меня откровенно троллили, говорили, там, я казак, я, там, джедай, там, и так далее. Ну, это бывает такое. Ну, это просто несерьезное отношение к переписи, которое, в общем-то, является достаточно важным социально-экономическим мониторингом для государства. Да, сложность еще была в том, что у некоторых смешанные семьи, да. Да, если я, например, обращался к жене, да, у нее, там, муж татарин, она говорит, ну, перепишите наших детей тоже как татар, например, да. Ну, было такое несколько раз. Или, например, там, муж тоже, да, у меня жена, значит, русская. Ну, давайте у нас два ребенка, пусть один будет татарин, другой будет русский. То есть всем поровну, да? Да, вот эта вот этническая идентичность, она ведь еще, это внутрисемейное дело. Поэтому не нужно усложнять, потому что в том же, опять вернусь, в Башкортостане, очень много смешанных семей, татары, башкиры, друг с другом, там, женятся, уходят замуж, да, и затевать вот эту политизацию, которую мы сейчас видим, не мы ее начали, не мы ее начали. Но она идет, и она ведь еще и на семейную атмосферу тоже влияет, потому что люди, ну, им нужно этнически идентифицироваться. Просто вот буквально моя история в нескольких словах. Я родилась в смешанной семье, папа русский, мама татарка, воспитывала меня и татарская бабушка в том числе. Я, получая паспорт, пришла домой, у меня еще была национальность, я выбрала татарка, я определилась тогда, получая паспорт в 14 лет, да. Почему сегодня это происходит позже? Почему дети? Либо тогда нас подталкивала та самая паспортизация, и мы обязаны были указывать эту национальность. Я сам себя считаю татарином, но у меня как бы нет иллюзии, что национальная идентичность прямо уж сильно определяет человеческую повседневную жизнь. Человек может там работать в магазине, каждый день там у него дом, работа, дом, работа. И вот раз в 10 лет, как проходит перепись, ему нужно заявиться, что на самом деле это татарин. Он, не знаю, продавец татарин. Поэтому я прекрасно понимаю, людям сегодня действительно сложно определиться свою национальную идентичность. Мне кажется, это объективно так получилось. Либо она растворяется потихоньку, само понятие национальной идентичности в глобализации мира. Ну, конечно, да. Не знаю, у нас западный мир создает там властелин колец, и все люди хотят себя отразделять с тамошними героями, да. Вот они вот татары вот в тюбитеке, ну, не знаю, там эльфами, наверное, для некоторых будет круто. Ну, а что поделаешь, это современный мир, это люди общаются в соцсетях. Это надо принять. Это надо принять, да. И людям нужно помогать, идентифицироваться. Вот мы уже говорили о том, что очень рьяно обсуждают вопросы татаро-башкирских, татаро-башкирского вопроса, да. С той стороны даже звучат такие, мне кажется, жестокие тезисы, что, не знаю, там, татары как народ всего лишь там XX веке появились. Ну, это не эти историки. Да, это историки, да. Но люди это близко к сердцу уже воспринимают. Они же не понимают, что это просто сказал историк, потому что прочитал неправильные книжки. То есть они воспринимают это как истину? Ну, люди воспринимают это серьезно, да. Потому что, ну, они вполне оправданно обижаются этому, да, их можно понять. Поэтому, ну, иногда таким людям я объясняю, ну, ничего страшного, я вам объясню, что мы на самом деле татары нормальный народ. Это вон там... Вот каким образом сегодня интернет может скорее открыть истину, в спокойной обстановке объяснить все, все ответы, дать ответы на те вопросы, которые задают люди, не разжигая вот эти страсти? Во-первых, татарам нужно всегда герои татарские. Там Алина Загитова, например, героиня, да, все смотрят, какая красавица, там приятно, комфортно, да, там татарочки тоже красивые, там татарская одежда, там подходит, да, там тоже. Ну, приятный образ о своем народе, ну, нужно формировать. Конечно, у татар есть проблема. Проблема ассимиляции, потери татарского языка, школы татарские, там, татарские детсады. Конечно, это все есть проблема. Ну, и говорить о том, что у татар тоже что-то получается в этой жизни, сохранять свою, там, идентичность, тоже нормально. Вот ульяновские татары живут в Ульяновской области, но это же не Татарстан, но в то же время, вот, буквально осенью в деревне Большой Черклей, у них получилось открыть татарский детский садик на 160 мест. То есть, прекрасно, пусть и у других татар тоже так получается, у татар там Тюмени, у татар Астрахани, там, не знаю, у татар Санкт-Петербурга и татар Москвы получится ли, ну, пусть тоже постараются. У татар Пензе, прекрасный пример. Нам нужно говорить, что у татар тоже получается быть крутой нацией. Вот мы говорим о том, что все-таки действительно востребовано, вы говорите о просмотрах, да, и мы посмотрели тот же самый YouTube, о краткой истории татар на YouTube-канале Института истории Мальджани. Тогда был выложен ролик на русском языке, собрал почти 2 миллиона просмотров за 3 года, но не все вот научные ролики так популярны, у вас есть своя оценка, ну, наверное, работы, да, Института истории тоже в этом направлении, свое было мнение. Вот как популяризировать эту историю для молодых? Вы сейчас говорили, что как раз молодежь у нас та самая неопределившаяся, молодежь, которая пока мама и папа записывает, ну, запишите его русскими, девочку-татарочкой, она на меня больше похожа. Да, татарская молодежь, вот так, которая уже определилась, что мы татары, да, у них есть свое мнение, им нужны дискуссии, им нужны споры, им нужны какие-то вот, ну, какие-то разборки между историками, да, им это нравится, и, ну, это им помогает сохранить свою татарскую идентичность. И вот этот вот ролик, который сделал Института истории, это прекрасный показатель, что, в принципе, на Ютубе обитает плюс-минус примерно 2 миллиона татар. На Ютуб заходят, зашли они, прекрасно. Ну, у меня есть одна небольшая претензия к Институту истории, другие-то ролики у них столько не собрали просмотров, значит, они не смогли все-таки удержать эту аудиторию. Они раскрылись, они показались этой аудитории, но теперь ее нужно же держать в тонусе, прям вот, давайте, заходите. То есть это постоянно выдавать контент, продукт, который будет востребован. Вот у них там по поводу ТАИССР, по-моему, полмиллиона набрало, но между двумя этими роликами там 3 года, по-моему, разница. Хорошо, а что еще сегодня популярно в татарском сегменте, что интересует больше всего? Вы знаете... Еда, например, да? Да, ну, еда обязательно, я немножко не совсем наблюдаю за этим сегментом аудиторикам, интересно, да, но я наблюдаю, например, за тиктоком. Татарский тикток. Очень много татарочек, прям вот берут там папа татарин, мама татарка, а я, посмотрите, какая красивая татарочка. То есть они говорят, вот, они идентифицируют, и причем я отслеживаю какие-то аккаунты, да, там бывает тут у девчонки примерно там 600-500 подписчиков она набрала, да, у нее там примерно 30 маленьких вот этих вот тиктоковских видосиков, там она каждый день по 2-3 видоса делает, но вот этот вот видеоролик, он у нее набирает там 10 тысяч просмотров, 20 тысяч просмотров, 40 тысяч просмотров. И некоторые девчонки говорят, ну, я как бы, да, я татарка, но мне не очень интересна татарская тематика, но я такое татарское видео тоже себе сделаю, тоже там скажу там папа татарка, мама татарка, и вот посмотрите, у меня самые удавшиеся красивые фоточки. И вот такие тренды в тиктоке есть. Ну, там не загружают истории Волжской, Булгарии и так далее, и так далее, то есть здесь абсолютно простое. Да, причем на красивых татарочек интересно смотреть как татарской женской аудитории, так и мужской татарской аудитории. Мне кажется, важно в тех же самых и социальных сетях и платформах видеть и татароязычные спектакли, это богатейший культурный пласт татарского народа, старинную татарскую музыку, певцов, исполнителей. Это востребовано будет? Каким образом это высококультурное в этой ситуации произведение, в отличие от тиктоковских вариантов? Насколько оно всем востребовано и как его сделать популярным? Этот контент, который в виде театров, представлений театральных, татарских кино, он в основном, конечно, для людей, которые просто хотят прийти в соцсети, расслабиться и посмотреть. Тикток – это для тех людей, которые сами делают контент, то есть им важно самим принять участие. А такое возможно, ну, давайте признаемся честно, в соцсети в современном мире все больше и больше людям дают досуг. После работы прийти посмотреть татарские кино. Это развлечение и короткое развлечение по хронометражу. Да, да. Ну, можно назвать какой-то топ наиболее популярных татароязычных интернет-ресурсов, где можно найти хороший, качественный контент для того, чтобы и научиться что-то узнать, определиться, подумать о будущем, о прошлом, настоящем? Ну, вот сложно, потому что татарская аудитория, она тоже внутри себя сегментируется. Там есть люди, которые там хотят знать, как Ачпачмаки делаются, но им не интересны татарские фильмы. И есть такие люди. Мы должны честно признать, что такие люди есть. Вот, поэтому, вот, как люди, вот, я, наверное, себя больше отношу к той аудитории, которой интересна, значит, общественно-политическая какая-то дискуссия, да, исторический материал. Поэтому я пользуюсь тем же, например, YouTube-каналом ТНВ, потому что там у вас есть фильмы, там есть вот дискуссионные какие-то передачи, я их просматриваю обязательно. Таташ Тахаберлер. Там, в принципе, мне нравится возможность, то, что у вас там татарский язык есть, потому что я по-татарски письменно переписываюсь, но мне не хватает какой-то такой языковой, чисто практики, слышать татарскую речь. Вот. Ну, в принципе, у Татмедиа тоже есть какие-то интересные вещи. И как журналист я просто в соцсетях смотрю что-то, ищу, там, сам какие-то знания добываю. Вот. Поэтому, наверное, какие-то такие площадки, ну, вообще весь соцсет, вся соцсеть, да, там, Facebook, ВКонтакте, Instagram, TikTok. Ну, и вот два YouTube-канала, ну, и мой тоже третий YouTube-канал, Татары Мира, тоже можете заходить. Там у нас есть и история, и какие-то вот национальные дискуссии, скажем так. Ну, и в идеальном варианте, если коротко, будущее социальных сетей для татар. Какими они должны быть? Что должно быть? Чего не хватает? Очень важно то, что, во-первых, нужно нам, самим татарам, принять, что мы татары бываем немножко разными. У нас, у татар, бывают разные интересы. Не всем интересна история Золотой Орды. Некоторые просто предпочитают посмотреть на красивых татарочек. Ну, это наши татары. Вот. И татарам нужно больше контента, потому что люди потребляют контент, там, опять же, в общественном транспорте, во время обеденного перерыва, там, отпусков больших и так далее. Ну, людям это интересно. Важно, чтобы у нас архивные вот эти службы, чтобы вот какие-то старые сериалы татарские тоже публиковались, уходили. Хорошо, Ильяна, спасибо. Было очень интересно. Впереди достаточно сложный год, и у вас будет большая почва, наверное, для размышлений, для развития своего блогерства. Я напоминаю, что это была программа «Семь дней плюс», и сегодня у нас в гостях был журналист и блогер Ильнур Ерхамов. Спасибо. 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 Спасибо.